Доброе утро, ребят! У нас сегодня было мистическое утро, просто. Во-первых, я сегодня оделась в яркий костюм. Во-вторых, мы сегодня проснулись в 12 часов. Ой, кстати, и мои струсты реально одевались почти похожи по цветам, да? Я вообще этого тоже не заметила. Короче, в 12 мы проснулись, и пиздец, ночи. И не можем уснуть, и все. Мы уже и так, и сяк. Я уже миллион сказок переслушала, хотя я обычно за 25 минут засыпаю под сказки. Я не знаю, 3 часа я прослушала все сказки, у меня телефон сел. Просто какая-то мистика. И потом я проснулась, я должна проснуться за 15 минут, потому что я быстро готовилась. Все, чуть не зуба почистила, но пошла. И вот я проснулась, и Эмили как раз уже говорит, надо ехать, и все. Во-вторых, мы едем на съемку. Эмили будет сегодня ебать в жопу. А я буду спать на студии. А что мне еще делать? Я с вами вчера отработала. Вот у меня такие яркие штаны. Эмили очень сильно переживает. Очень сильно переживает. Мы приехали на адрес. Так, адрес студии. Вот такой. Сейчас буду звонить. Надеюсь, поебусь сегодня с каким-то актером. Это мне скучно. Мне будет скучно ждать ее или реально поебусь? Весь день, прикиньте, ждать ее. Ну ладно, я взяла книжку Достоевского, считай, не знаю. Ничего особенного. Просто человек лежит. Просто обоссался. И тут таких очень-очень много. Просто дохуя. Ну знаете, вот они тут работать вообще не хотят. То есть тут таких бедных людей дохуя просто лежат. Либо облеванных, либо обоссанных. И все вот упрощаются. Все. Ну идите грузчиками работайте. Идите что-то делайте, да. Вот они вот так лежат. Просто нигменьком обоссанных. И мне не жалко таких. То есть, ну как это вот так можно? Ну тут очень много. Тут пахнет мочой. Во всем Будапеште очень сильнее. Такой прям, знаете, мочой прям. Сколько часов длилась съемка? Ну и меня блогер. Ты забыла что ли? Отвечай давай. Так. Ну смотри, приехала я в 6. Да. А в 10 минут было быть там. Но я приехала пораньше. На подчаса. Так. Какой жанр? Ты предпочит? Ого, 9 часов. Да? Ого, 9 часов, бля, пиздец. Реально долго. Понравился ли тебе макияж, который тебе сделали? Да, хорошо. Да, кстати, классно. Ооо, Эми, ты еще одна пиропка. Великолепнее, великолепнее. Есть что еще добавить? Да все было хорошо. Отъебись, да? Да, дай его. Ладно, ладно. Родюшок прикольный. Поднимался по листу, а у меня просто улыбалась ему вообще свои зубы. Я вот уже поткнулся. Давай. Такие мужики здесь столько лыбятся. Да, по-моему, блядь, лыбишься. Ну и плюс. Я женщина, я маленькая, я не могу. Ооо, короче, Будапешт. Ребят, я пока шла, у меня пузо. Нет, мы в хорошем районе. Нет. Лучше съемка. Девушка там тратится, а я так, ну, там, сзади на припитание там. Там много оса было. Я на оса села, ну, прям на попу. Бальч-пос. Я ее убила, но она мне сзади, да? А ну-ка покажи-ка, чего там у тебя. Понятно. Нет, прям попку, не здесь. А куда же я хотела? Прям попку? Да. Ох, и милейный. Это наша хата. Наш дом. Кварта открыла. У нас очень прокурена квартира. Мне это не нравится. Здесь алкашки, да? Вон берутся. Пивасик. Они такие же за нами идут. За нами ходят уже очень давно, вот эти два парня. Мы остановимся. Они остановятся. Смотрите, смотрите. Аня. Это парк паркурщиков. Вон они катаются. А если Эмилию увидят, я останусь не одна. Познакомьтесь. Вот, приступим. Девчонки, давайте. Это Диана. Сиде разговаривается вон тот секунду. Ой! И за что он подорогал песечку мою, да? Он зацикал или нет? Договориться не так, ладно! Он, говорит, хороший будет всех с обещанием. Какой тема? Смотрите, сколько народу. Я вам сейчас все покажу. Все дороги перекрыты, все идут туда. Народу просто ебанетесь сколько. Очень много полиции. Ну, конечно, сегодня все будут пить, бухать, потом драться, пьяными валяться. И вот, знаете, еще раз убеждаюсь, что как все-таки мне везет в жизнь, да? А как-то получилось, что я приехала в Будапешт, мне было тут миллион лет. И вот именно на этот вот грандиознейший праздник. Жизнь прекрасна. Кстати, у меня новая сумочка. Короче, мы с Эмили потерялись, но ничего страшного. Я посмотрю фейерверки без нее. Все просто туда бегут. Народу пиздец сколько. И все идут, идут, идут и идут. Ну вот и все. На этом тупик. Народу до хуя. Ребят, началось. А больше мне нравится, что я успела и до хуя, и на фейерверках. Ребят, как там? Устал. Устал. Мне кажется, человеку плохо. Я могу чем-то помочь или нет? Устал. Устал. Что это? Устал. 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 Вот реанимация приехала. Слава Богу. Слава Богу, все. Все. Мы ждем подробностей. Я, как обычно, пропустила весь салют. Не, ну не пропустила. Сзади меня вон люди идут. Не то, чтобы пропустила, но я реально переживала за человека. Мне уже говорят, не снимай. Ну а почему не снимать должна, если я блогер? Я же не виновата, что я блогер. Поэтому я должна снять абсолютно все. И в этом нет ничего такого. Я, наоборот, переживала. Я стояла. Ну, чтобы его не затоптали в этой толпе. Потому что такая толпа. Его могли просто затоптать. Устал. Устал. Урановки. Представляете? Короче, слава Богу, реанимация. Но мне кажется, что он был под чем-то. Мне кажется, что он был под чем-то. Я прям более чем уверена. Потому что он боялся звуков. Поэтому я вчера, кстати, ребят тоже сняла одного такого человека, который разговаривал с мотоциклом. Нет, на самом деле, как бы, просто знаете, зачем так? Ну, зачем так наркоманить? Чтобы вот настолько. Это же и для жизни опасно. Мы продолжаем. Наконец-то мы с ней, блядь, встретимся. Я думала, это никогда не произойдет. Что при мира какой-то? Тут такое происходило. Эмили, тут такое происходило. Опять мотоцикл, я тут дорощу на мотоцикл? Нет, нет. Еще хуже. Тут столько полиции было. Вот такой у меня сегодня образ. А у тебя какой будешь пора одеваться? Все-таки огромный. А у тебя какой будешь пора одеваться? Все-таки огромный. Офигенный шайписки. Я обожаю пиздец. Вот у меня трясняно. И утро доброго не бывает. Вот такая порция кофе. А у тебя что, Эмили? Капаччина. Телесенько. Офигенный шаг. Обожаю пиздец. Окей с вами былmatic, что тут снимаю видео пипец честно я не знаю что это даже типа баба какая-то и что-то еще тут я так и не поняла что это вообще не знаю дает ему там тряпку какую-то пока имели на съемках я решила заказать себе еды какая-то движуха намечается много народу сегодня я не уверена что будет фаера фейерверк праздник как вот там аппаратура все дела а вот мужчина будет выступать вот этот мне кажется вот этот и да слушайте мне сейчас произошла такая беда не очень всем понравился он такой вообще себя тяжко как не познакомиться может им ли эксплуатирует себе номерки передала или как ты поможешь сейчас я выпью я все сделаю хорошо так ребятки ну что начинаем а как играет старается для меня наверно эмили сидит опять отворачивается люди сидят о все выключил балалайку хватит играть я себе заказала два коктейля так как я не могу определиться какой именно я хочу может быть я хочу именно вот этот коктейль который эмилин она сделала его сама собственными руками но это долгая история концерт начался мне принесли вот такой великолепный бургер вроде покажу вам его ближе интересно влезет ли влезет ли он мне в рот сейчас мы это проверим и вот 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 Субтитры делал DimaTorzok Утро у меня ужасный вид, у меня мега грязная голова, но у меня завтра съемка, поэтому я хочу принять ванну, покайфовать, полежать, ну не хочу я сегодня мать в голову, в общем, вот, вчера мы гуляли, завтра я буду играть маленькую девочку, и мне так радует, что спустя столько лет, мне сейчас почти 29 лет, и все равно меня сняют в роли, где надо играть маленькую девочку, мне очень приятно, потому что я великолепна, прекрасна и красива, и голос у меня красивый. Так, ребят, сегодня у меня план действия, пойти на гору Будапешта, пофоткаться, а пойти на Дунай, то есть я накрасилась, то есть сегодня у меня грандиозный план.